Добрый день, друзья! С вами Гиф, и сейчас я расскажу о том, какие изменения произошли для шахтеров в версии игры 1.4. Изменений в целом два. Очиститель руды внезапно поумнел с новой прошивкой, которую ему установили, по-видимому. И второе, самое важное, дроны-разведчики из бесполезных переместились в крайне полезные. Для начала напомню, какое оборудование необходимо для того, чтобы стать шахтером. Из вооружения нам необходимы проходочные лазеры. Они есть малого и среднего размера. От их мощности зависит, как долго вы будете выкапывать один осколок руды. Если копать на кобре, хватит и малых. Но ежели это питон, то нужно, конечно, парочку средних. Второе необходимое оборудование – это очиститель. Он перемалывает полученную вами породу, выбрасывая шлак и оставляя полезную часть. Очистители бывают нескольких видов, точнее, нескольких классов отличаются количеством чанов для обработки. В каждом чане может содержаться один минерал или один металл. Как только чан заполнен на 100%, он опустошится, а в трюме появляется тонна этого самого металла или минерала. На самом деле с очистителем руды все просто. Нужно брать 4А на 10 чанов или 3А, там этих чанов 8, это если нет отсека 4 класса свободного. Все остальное – это компромиссы. И, как я выше сказал, очиститель поумнел, теперь сам распределяет ресурсы. Вмешательство пилота в работу очистителя нужно только если все чаны заполнены различными металлами, минералами, а в бункере есть то, чего нет в чанах. Тогда нужно опустошить один из чанов, выбросив то, что уже наработано, либо освободить бункер. У меня такая ситуация была за 2 вечера всего пару раз. Два очистителя ставить нельзя. В принципе с очистителем и проходочными лазерами уже можно начинать копать. Но, чтобы облегчить жизнь, есть контроллеры управления дронами. Сначала о контроллере дронов-сборщиков. Контроллеры есть 1 класса 3 и 5. Между классами отличия в количестве одновременно управляемых дронов и дальностью действия. Внутри класса дальностью действия и временем жизни. Теперь о контроллере дронов-исследователей, или как еще я могу называть дронов-разведчиков. Аналогично дронам-сборщикам, контроллеры класса делятся на 1, 3 и 5. Между классами отличия в количестве дронов и дальности действия, а внутри класса только дальность. Сами дроны по себе это расходные материалы, купить их можно и даже нужно в разделе боезапасы на станции. Все характеристики оборудования можно посмотреть на Coriolis.io, не буду больше тратить времени на это. И вернемся к тому, что копать, где копать и чем копать. Копать мы можем или металлы, или минералы. У нас в игре есть либо пояса астероидов около планеты звезд, или кластер около главных звезд. В случае поясов там миллионы астероидов, можно выпасть как в местах добычи ресурсов, так и просто в любом месте пояса. В случае с кластерами они разбросаны в системе, как правило, около главной звезды. И что очень важно, каждый астероид, каждый пилот может выкопать только один раз. То есть если вы опустошили кластер, то нет смысла релогаться, прилетать туда еще раз, все для вас, этот кластер будет пустой. Но для всех других пилотов он будет, соответственно, полный. И теперь к самому процессу добычи ресурсов. Залетаем в кластер, находим первый попавшийся астероид, или понравившийся, и выпускаем в него дроны исследователя. Дрон полетит ровно по центру экрана в тот момент, когда он будет выпущен по прямой. Если на его пути будет астероид, он к нему прицепится. А если астероида он не встретит, то, в общем-то, можно кричать «потрачено». После того, как дрон прицепился к астероиду, он сообщит вам содержание этого астероида и процент руды. До патча 1.4 не было никакой разницы, выпустили вы дрон-исследователь или нет. Количество кусков руды было жестко регламентировано и равнялось примерно 10. Поэтому дронов-исследователи никто и не брал. Тестировали, просто копнув лазером, и в общем-то все. А теперь ситуация в корне изменилась. С дроном-разведчиком можно добыть в 3-4 раза больше руды из астероида. Условие только одно. Дрон в момент добычи должен быть прикреплен к астероиду. И вот здесь выходит первая проблема с количеством дронов-исследователей. В кластерах, где нет особых ориентиров, где летает всего 10-20 астероидов, очень легко запутаться, где вы уже копали, а где нет. И если ваш контроллер поддерживает только один дрон, то как только вы выпустили новый, старый исчезнет. Если астероид не был выкопан, то он снова становится неисследованным, и если вы начнете его копать, то получите свои 10 кусков руды и не центом больше. А значит, когда цель выбрана, подлетаем поближе, открываем грузовой шлюз и выпускаем дронов-сборщиков. Важно, чтобы в цели у вас не было ничего. Если будет кусок руды, то дрон-сборщик притащит этот кусок руды и уничтожится. Он воспримет это как команду «притащи конкретно вот это». Дрон-сборщики не могут вернуть дрон-разведчик. Поэтому я, как правило, разворачиваю дрон-сборщики, либо когда выбран дрон-разведчик, либо когда не выбрано ничего. После того, как дрон развернут, начинаем сжечь породу лазерами. Можно выжечь сразу весь астероид, можно небольшими перерывами. Я предпочитаю второй вариант. Почему? Потому что он быстрее. Если сжечь сразу все, то осколки разлетаются вокруг, и вашим дроном их потом дольше собирать. После того, как все осколки собраны, дрон-исследователь сообщит вам, что астероид исчерван. Бортовой компьютер вам это тоже голосом озвучит. Можем закрыть люк и летим к следующему астероиду. Дрон-сборщики последуют за вами до тех пор, пока не исчерпают свой временной ресурс. Я за время жизни дрона А-Грейда, это 12 минут, легко собирал 3-4 астероида. К вопросу, сколько этих самых дронов-сборщиков надо. Я на питоне вожу 5 штук дронов. Это два независимых модуля. В одном три, в другом два дрона-сборщика. Основных проблем со сталкиванием и взрывом дронов я не заметил. Было такое всего пару раз, когда осколки камня как раз оказались под астероидом, и они на обратном пути пытались пролететь через астероид. Теперь снова вернусь к тому, что мы копаем и сколько денег это приносит. Вот скрыны из магазина. Как видно, копать металлы гораздо выгоднее. Кроме того, пейнит и платину можно добыть только из астероидов. Сами места добычи ресурсов делятся по типу. Астероидов – это ледяные, там копать совершенно нечего. Каменные – там только минералы. Насыщенные металлами – там в перемешку металлы и минералы встречаются. И металлические – там есть только металлы. И сами по себе места тоже делятся по насыщенности полезных ископаемых в астероидах. От опустошенных до богатых. Поэтому первый шаг – это найти место, работая с галактической картой, с картами системы, где мы будем копать. Более того, даже если вы купите картографические данные, они могут быть неполные. Например, может быть информация о том, что есть астероидные кластеры около главной звезды, но не будет их координат. Поэтому, если место в корабле позволяет, поставьте продвинутый сканер. На всякий случай. Вокруг одной планеты может быть несколько разных типов колец. Кольца нумеруются, начиная от планеты. Как в этом примере, внутреннее кольцо насыщено металлами, внешнее – каменное. Можно копать и в зонах добычи ресурсов, опасных зонах добычи ресурсов, которые появились. Но делать это желательно на вооруженном корабле. Кстати, пару слов про совместную работу. Благодаря пилоту Хала я выяснил вот что. Если вы в одном инсте, то астероид будет показывать для всех игроков один и тот же состав руды. При этом, пока в астероиде есть дрон-исследователь, то не важно, чей он. Каждый пилот может выкопать этот астероид полностью, как исследованный. Отсюда возникают интересные задумки для совместной игры. Например, игрок на боевом корабле может оборудовать свой корабль дронами-исследователями и лазером проходочным. Он будет защищать корабль шахтера, исследовать астероиды и выбивать руду за себя. Второй пилот на корабле-шахтере, оборудованном дронами-сборщиками и большим трюмом, будет собирать и перерабатывать руду за себя и за боевого пилота. Если боевых пилотов, например, несколько, то можно, во-первых, очень эффективно исследовать астероиды вокруг, а во-вторых, можно забить трюм грузовика буквально за несколько астероидов. Заканчивая ролик, расскажу о заработке. Если подойти к этому делу на авось, то, конечно, можно забить трюмом питона за полчаса, всего 1400 кредитов, всем подряд, начиная с дешевых минералов. И это совсем невыгодно по сравнению с боями или торговлей, когда уничтожение там пары анаконд вам принесет те же самые 400 тысяч. Если предварительно найти хорошее, богатое место и копать как минимум золото, то это уже будет около миллиона в час просто легко. Если специализироваться по палладию и платине, выкидывая все остальное, то можно выйти и на пару миллионов в час. А если подкрепить это дело специальными шахтерскими квестами, когда на станциях требуется и пейнит, и платина, то и того больше. В любом случае, на мой взгляд, майнинг вышел из раздела неприбыльных занятий и муторных, как благодаря дроном-исследователям, так и благодаря умному очистителю. И как минимум стоит того, чтобы его попробовали. На этом все. С вами был Гиф и удачных вам полетов.